Александр Тиханович и Едвига Поплавская на советской эстраде появились в 70-е годы 20 века, они всегда выступали в паре и поэтому многие поклонники не могли представить исполнителей друг без друга. Оказывается, талантливые музыканты и вне сцены были практически неразлучны, прожили вместе около 45 лет. Едвигу и Александра объединила музыка, она стала фундаментом их любви. Едвига Ядя, как он ее называл, Александру нравилось и до личного знакомства, а встречу с ней он считал главной удачей в жизни. Она же была счастлива от того, что он рядом, замечательный партнер, надежный и верный спутник жизни. Годы, прожитые вместе, были непростыми, но они всегда верили друг другу. Александр говорил о жене исключительно в восторженном тоне. Ядя была его берегиней, ангелом-хранителем. Александр неспроста так называл жену, ведь в трудную минуту она верила ему и спасла его. Они были женаты и в семье росла маленькая дочка Настя, когда против Александра было выдвинуто серьезное обвинение. В концертном костюме музыканта было найдено запрещенное вещество, дело могло закончиться десятью годами тюрьмы. Едвига ни секунда не сомневалась, наркотики подброшены и добилась тщательного расследования. Справедливость восторжествовала, следствие установило, что инцидент был сфабрикован завистниками. Супруги ушли из коллектива Верасы и к признанию публики, успеху пришли самостоятельно. Едвига Константиновна рассказывает, как они с мужем распределяли обязанности в семье и на сцене, как помогали друг другу. В любви и радости годы пролетели стремительно. В 2010 году в семью пришло горе, у Александра Тихоновича было обнаружено онкологическое заболевание в запущенной форме. Жена и дочь помогали ему бороться, семь лет внушали веру в то, что вместе они справятся, а держат победу. Свою беду супруги скрывали от посторонних и продолжали гастролировать, ведь препараты для лечения онкологии стоили больших денег. Едвига Константиновна рассказывает, каким мужественным человеком был супруг. В самые трудные последние дни жизни он, умирая, улыбался жене и дочери и благодарил их за счастье и столько лет быть с ними рядом. Жена и дочь потеряли любимого человека четыре года назад, но до сих пор не смирились с тяжелой утратой. Едвига Поплавская признается, что у нее бывают моменты невыносимой тоски, когда ее охватывает желание сбежать на кладбище и зарыться с любимым Сашкой. Но надо жить, ведь есть дочь, есть внук. Анастасия Тиханович, известная в Республике Беларусь певица. Мать и дочь часто выходят на сцену вместе, они хорошо чувствуют друг друга и музыку, что помогает при исполнении. Анастасия вышла замуж в 2003 году, ее супруг друг семьи Дмитрий Сологуб. К новому статусу зятя Дмитрий долго привыкал. Его друзья стали его тестем и тещей. В семье родился сын Иван. Но несмотря на рождение сына, жизненный опыт Дмитрия, через семь лет брак Анастасии, дочери Александра Тихоновича, распался. О причинах развода Анастасия не говорит. Анастасия делится со своими поклонниками не деталями своей личной жизни, а воспоминаниями об отце. Она гордится родителями, восхищается их любовью друг к другу. Анастасия говорит, каким заботливым дедом для внука Ивана был ее отец. В настоящее время наследник семьи – старшеклассник. По словам Анастасии, Иван уже окончил музыкальную школу и, возможно, продолжит династию Тихоновичей в музыке. Иван взрослеет, становится ответственнее, лучше стали его оценки по основным предметам, что радует близких. Они очень надеются, что Иван будет достоин памяти Александра Тихоновича и это будет лучшим памятником ему. Анастасия Тихонович вышла замуж во второй раз, семейный стаж супругов уже девять лет. Они счастливы и надеются, что их семья будет такой же образцовой, как у родителей. Помните ли вы дуэт Едвиги Поплавской и Александра Тихоновича, уважаемые читатели? Нравились вам их песни? Большое спасибо, уважаемые читатели, за внимание к статье. Комментарии и лайки весьма приветствуются.